Аутизм – это неврологическое заболевание, для которого характерны разнообразные симптомы. Оно развивается вследствие сразу нескольких факторов. Среди основных причин – генетика, а также структурные и функциональные нарушения головного мозга. Чаще всего это видно с 8-10 месяцев. Ребенок начинает играться сам собой, не интересуется, скажем так, игрушками. Он не смотрит в глаза, у него нет контакта, он не отвлекается на имя. Чуть-чуть позже, с года больше, нет вербальных жестов, правильных детских, то есть из разряда указательного навыка. Еще позже – это речевые жиростройства. Врачи говорят о том, что двигательные и поединческие нарушения влекут за собой дальнейшие проблемы с социальной адаптацией в обществе. Плохая речь только усугубляет ситуацию. Но, возможно, ремиссия болезни. Есть взрослые, которые, скажем так, социально адаптированы уже очень хорошо. Конечно, у них немножко более целенаправленные узкие специальности, то есть они не расширенные, не разносторонние. Но в своих вопросах они достаточно хорошо разбираются. На базе Центральной библиотеки уже 4 года работает клуб «Дорога в жизнь». Это содружество по интересам объединяет детей с особенностями развития и их родителей. В том числе там занимаются и ребята с аутизмом. С ними работать одно удовольствие, потому что ребята очень добрые, ребята талантливые. И мы сначала вроде бы рисовали, устраивали выставки. И вот наша концертная деятельность началась с нашего спектакля, который мы поставили, «Рождественская история». Это было уже года, наверное, 2 или 3 назад. А потом, когда у нас появился замечательный Олег Кондратюк, мы уже имеем возможность профессионально, так скажем, заниматься музыкой. Среди тех, кто живет внутри своего особого мира, немало талантливых и знаменитых людей. Способность мозга думать по-другому помогает быть не такими, как все. Галина Жуткова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видный ТВ.